МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 тысячи колымчан перешли на электронные трудовые книжки. Остальные должны определиться до конца года. Штормовое предупреждение спасательных служб. 12 августа в Магадане ожидается сильный дождь. Пришла пара прививок. В Магадане голосуют за ремонт дворов и завершают обновление дорог. Мэр Магадана Юрий Гришан провел еженедельный брифинг. Первая тема затронула здоровье горожан. За прошедшую неделю Центр гигиены и эпидемиологии протестировал 1063 человека на COVID-19. Из них выявили 56 положительных результата. Такие показатели не дают возможности расширить меры послабления эпидемиологической обстановки в городе. Также, по словам главы областного центра, осенью магаданцев ждет волна гриппа и простуд. Раньше для борьбы с вирусами около 30% населения прививалось. Сегодня с обстановкой пандемии необходим показатель в 60. К сожалению, идет на осенне-зимний период новый штамм гриппа. И если оценить ситуацию, у нас вот этого микса, этого коктейля коронавируса, ОРВИ и гриппа не было. Потому что коронавирус пришел к нам уже по весне, позднее, когда уже стало все как бы ослабевать. А вот эта осень нас ожидает с очень таким неприятным букетом. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в Магадане идет ремонт дворовых территорий. В этом году обновляют 8 участков. На 2021-й тоже предусмотрены подобные работы. Сегодня в областном центре проходит конкурс по благоустройству дворов. Для того, чтобы учли пожелания горожан, необходимо проявить инициативу на собрании с управляющей компанией. И при ремонте дворовой территории согласованные мнения горожан учтутся. Все говорят о формировании комфортной современной городской среды, но мало кто участвует в городском конкурсе. Я бы хотел, чтобы все-таки жители многоквартирных домов через свою управляющую компанию сами инициировали собрание. И определялись, как будет все-таки в 2021 году выглядеть работа по благоустройству их дворовых территорий. Я еще раз говорю, что инициатива от жителей многоквартирных домов – это позиция номер раз. Параллельно ремонту дворов в Магадане идет реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По Колымскому шоссе обновляют дорогу. Проложили слой из черного щебня, устанавливают геосетку и скоро ее закроют новым асфальтом. По словам Юрия Гришана, с ремонтом закончат предположительно через неделю. Останется установить ограждение и новые фонарные столбы. Также завершают ремонт дороги по улице Парковая. Предположительно через 10 дней там откроют проезд. Северо-восточный государственный университет готов принять студентов лично. В здании идет ремонт. Однако на вопрос, сможет ли ВУЗ возобновить работу очно, ответят эпидемиологическая обстановка и региональные власти. Кроме того, при личном посещении студенты и педагоги должны будут соблюдать все санитарные нормы. Даже если мы начинаем в традиционном формате, конечно, пандемия свои здесь коррективы внесет. Это будет масочный режим, это будет дистанцирование, это будет санобработка поверхности, рук и некоторые другие ограничения или требования, которые все ВУЗы будут соблюдать. На эту тему уже есть соответствующее разъяснение, требования со стороны нашего учредителя. До какого числа можно подать документы? Будут ли ВУЗи новые специальности? И как СВГУ отметит свой юбилей? На эти вопросы Роман Корсун ответил в передаче «Разговор по существу». Смотрите сразу после выпуска новостей на телеканале МТК-Видео. В Магадане провели всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ-экспедиция-2020». С 8 по 11 августа все желающие поселка Ола-Сокол и в областном центре могли бесплатно провериться на наличие инфекции. Для этого требовалось пройти в специально оборудованный автомобиль, сдать анализ слюны и уже через 15 минут получить результат. Также гражданам проводили консультации с целью повысить мотивацию в частом прохождении тестирования и снизить дискриминацию ВИЧ-положительных граждан. За эти три дня у нас прошло тест 159 человек. Очень много было вопросов по поводу того, что это, что за такие диковинные тесты, возможно ли заразиться через кнопку в кинотеатре, не надо ли бояться комаров и так далее. В общем, очень важно как раз рассказывать и развеивать мифы, потому что мы знаем, что невозможно ни через комаров, ни вообще каким бытовым путем, ни через кнопку в кинотеатре. Фактически самое главное для нас это рассказать, что ВИЧ может передаваться только тремя путями. Для взрослого человека этих путей два при инъекционном употреблении наркотиков и при незащищенных половых контактах. Акцию тест на ВИЧ-экспедиция 2020 проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации в формате автопробега. Всего организовано 4 команды, которые посетят 45 регионов страны. Первая с названием «Запад» начала объезд с Калининградской области. Две команды «Восток-1» и «Восток-2» едут по Камчатке, Владивостоку, Сахалину и ближайшим регионам. Четвертая команда «Север» посетила Магадан, Чукотку, а затем проследует в Ленинградский автономный округ. Всего на сегодняшний день экспедиция протестировала 5721 человека и прошла 23486 километров автодорог. Впереди еще две трети пути и тысячи тестируемых граждан России. Акцию «Каникулу» с общественным советом провели в микрорайоне «Автотек». Маленьким магаданцам сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах. Детям объяснили, как правильно переходить проезжую часть и передвигаться на велосипеде. После мероприятия работники ведомства вручили ребятам памятки по соблюдению правил дорожного движения. Хочу с радостью сказать, что дети действительно знают правила дорожного движения. Видно, что родители работают и проводят профилактические беседы с детьми, обучая им основам безопасного поведения на дороге. Самое важное для детей, в данный момент очень много велосипедистов у нас. И важно детям знать, что до 14 лет на проезжую часть выезжать строго запрещено. Сотрудники магаданской госавтоинспекции просят родителей ежедневно напоминать своему ребенку правила дорожного движения. А также показывать ему, в каких местах можно переходить проезжую часть. И собственным примером прививать ребенку навыки безопасного поведения на дорогах. В Магадан пришли дожди. Они дали о себе знать в понедельник утром, 10 августа, и стихли всего лишь на сутки. Синоптики обещают продолжительные осадки с середины недели. В среду, 12 августа, в городе ожидается сильный дождь. Спасательные службы распространили экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Одновременно в прогнозе похолодания столбик термометра днем не поднимется выше 14 градусов. В среду, 12 августа, при формальных плюс 13 из-за ветра восточного направления до 10 метров в секунду, будет казаться, что осень уже готова вступить в свои права. Посмотрим, будет все предстоящую семидневку. Солнце покажется на непродолжительное время в пятницу и выходные. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров. В среду 12 августа в Магадане сильный ливневый дождь, туман, ветер. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов по Цельсию, днем плюс 11. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду. Влажность в течение суток будет достигать 93%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92.